Вот как обустроены места отдыха для анкарийцев и зимой и летом. Вот смотрите, вот такие грибочки, видите? Вот они, чтобы посидеть, чайку попить. Вот их много-много-много. Вот смотрите, как должны быть обустроены парки. Все из дерева, не бетон, ничего, из дерева. Их много, их тут сотни. Вот смотрите, вот. Вот. Просто, я же говорю, а вот с этой стороны, вот так вот, и там тоже идут. Вот они, и там тоже идут беседки. Беседок полно, в общем, короче, для всех места хватает здесь. Даже вот пол-анкарий придет, хотя это маленькая Махаля тоже, это парк. Ну вот так вот обустроены парки. Вот и детские эти вот, и для детишек вот такие вот. Все есть. Вот такие вот, для самых маленьких. Смотрите, сказочные вот эти персонажи. А нас же, вот они, видите-ка, вот они. Ах, это все для детей. И тут же, для взрослых спортивные тренажеры. Парковое хозяйство здесь развито конкретно, ребята. Вот у кого надо учиться, что вот паровозик для детей. Чтобы сели, и детишки почувствовали себя машинистами. Вот видите, какая красота. Полно вот таких мест. Здесь в Анкаре можно просто жить, радоваться жизни. Вот. И смотрите, вот этот ряд, вот это, смотрите, это, это вообще нечто. Это их тысячи вот этих, мне кажется. И там, и там, гора, везде вот это, обустроены вот такие места. Чтобы спокойно люди могли сидеть, отдохнуть, понимаете. Вот. И что самое главное, вечером можно свет. Вот смотрите, и лампы горят, и свете все есть. Здесь. В некоторых даже для зарядки телефонов. Вот. Вот такие дела. Парковое хозяйство, дорогие мои, здесь развито. Я как эксплуатационщик вам говорю, что вот у кого надо учиться, вот сделать так, чтобы для своих, для людей, чтобы была красота. Вот. У турков надо учиться. Поэтому.